Приветствую вас, ага. Вы знаете, правда заключается здесь в том, наверное, что истина, она где-то посередине. В том смысле, что истина, она в некой, действительно, привязанности вашего мужа к маме и, вероятно, большей привязанности, чем это... Желательно, чем это позитивно для человека, например. Но, вместе с тем, правда и в том, что вы не уверены в себе. Вместе с тем, правда и в том, что вы чего-то боитесь. Правда в том, что вы чего-то боитесь, скорее всего. И ситуация здесь, она именно в этом заключается. Что вы не уверены в себе. Вы не уверены в том, что ваш муж ценит, любит вас, уважает вас и так далее. Возможно, возможно, в той или иной степени вы конкурируете с мамой его. Возможно, вы изначально в себе не были уверены. И эта неуверенность проявляется, в том числе и сейчас. Вот, возможно, есть ещё какие-то моменты. Но, важно то, что вы боитесь, что мужу вы ему не важны. Вы боитесь, что мужу вы не интересны. Вы боитесь, что вы на втором месте. И глобально проблему можно охарактеризовать как проблему обесценивания себя. То есть вы себя обесцениваете. Вот, вы себя обесцениваете. Вот, с обесцениванием, с сомнениями в вашей ценности и нужной работе. И когда внутренние конфликты ваши, когда внутренние противоречия ваши будут разрешены, вот тогда, вероятнее всего, вы сможете уже куда более адекватным образом и способом ситуацию для себя решить. В том смысле, что вы сможете выбрать, как же вам всё-таки действовать. Но, в любом случае, разобраться в том, что значит ваше чувство, разобраться в том, что означает ваше переживание необходимо. Потому что только-только-только так вы сможете решить свою проблему. Вот, ну, а мужа, мужа, в принципе, обвинять можно сколько угодно и как бы никакого плюса, да, никакого позитива. От этого нет и быть не может, как и требовать от него что-то тоже не имеет никакого смысла. Потому что, дом, разные люди понимают по-разному. Вот, вот, я вам могу сказать, это, совершенно, ну, совершенно чётко, вот. Для кого-то дом это семья, но есть те, для кого дом это безопасно. Есть дом, есть те, для кого дом это некое такое место рождения человека. Откуда, собственно, как вышел. Вот, и на мой взгляд, вы пытаетесь навязать своё восприятие. Дома человеку. Ну, в этом ничего хорошего для вас нет, в принципе. Кроме только того, что муж будет защищаться, будет реагировать как-то вот негативно на то, что вы по факту на него нападаете. Вот, я не говорю, что вы не должны защищать свои интересы. На мой взгляд, конечно, на мой взгляд, конечно, это делать нужно. Нужно, чтобы вас ценили, ну, не чтобы вас уважали, но, как бы здесь вы демонстрируете своему мужу только то, что не уверены в себе. Вот. Вот. И, как-то если вы будете демонстрировать мужу вот это, да, если вы будете демонстрировать мужу то, что вы в себе не уверены, то я боюсь, что вот. 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 ничего ничего хорошего. А, из этого не будет. Ну, ничего-ничего хорошего. Имеется ввиду, для вас ничего хорошего не будет. Из этого. Вот. Vivian просто выдачи. Вот, думаю вот, это вот, вот. Вот. Тут вот, такой момент, а-а, ну, на мой взгляд, да, вот. В таком, ключе можно Вам ответить на вопрос. В принципе, наверное, добавить больше нечего мне, по крайней мере. То, что хотел сказать, я, наверное, уже сказал. Теперь осталось только вам самой решить, чего вы хотите, куда вы будете двигаться. Ну, я имею в виду, в какую сторону вы будете двигаться, в каком направлении. Вот, и что я думаю, что, ну, примерно так вам можно ответить. Вот. Я хотел бы пожелать вам удачи. Вашей ситуации. Я хотел бы пожелать вам успешного разрешения вашей ситуации. Вот. И я надеюсь, что вы поработаете со специалистом для того, чтобы решить вашу проблему. Само по себе, ваша проблема не решится. Отношения вы можете разрушить, если не измените своей модели поведения. Если, ну, если не измените свой подход, вот, к ситуации, возможно, если не будете работать, например, над тем, чтобы быть несколько более уверен в себе. Вот. Я желаю вам, всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.